Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Мурат Аргунов отметил, что здесь будут созданы современные и комфортные условия для того, чтобы «Сосинка» стала круглогодичной и одной из лучших оздоровительных баз в регионе. Территория базы отдыха будет полностью модернизирована. Планируется построить амфитеатр на 200 метров, где дети могут выступать с творческими номерами, а также теплицы, где они будут выращивать овощи для столовой, таким образом приобщаться к труду и сами же потреблять свою продукцию. Также будет построен образовательный корпус, где дети будут обучаться в зимний период. В лагере будут созданы условия и для маломобильных детей. Специальная военная операция сплотила всех россиян. Наряду с мужчинами нашим бойцам активно помогают и женщины. Эта деятельность женщин нашей республики не осталась незамеченной на самом высоком уровне. Они были награждены благодарственными грамотами Министерства обороны России и отмечены Союзом женщин России. На мероприятие побывала Пэлла Джезаева. Перефразируя русского классика Николая Некрасова, можно сказать, есть женщины в наших селениях. Жительница уловокожилия Светлана Шавканова очень скромно и очень тихо каждый день, как бы это пафосно ни звучало, совершает свой маленький подвиг. Имея на руках собственных детей с проблемами здоровья, эта хрупкая женщина ежемесячно отправляется в своей и так не очень большой пенсии три тысячи рублей нашим солдатам. Светлана Беляловна считает это своим материнским долгом. Бедные они. Они в землю лежат. Они в этом окопу лежат. Я добровольно хочу им помогать. Мероприятие, на котором были награждены женщины, собирающие и отправляющие гуманитарную груз на СВО, прошло в сельхоз Артели Кубань. И это не случайно. Министерство обороны Российской Федерации делегировало вручение благодарственных писем отличившимся женщинам Марине Бурлаковой, как лидеру регионального отделения Союза женщин России в Карачаево-Черкесии. Помимо самой Марины Рамазановны, благодарственные письма обороны России за тесное взаимодействие, направленное на повышение эффективности выполнения поставленных задач и труд во славу нашей Родины, получили Зарема Асланукова и Шахеризада Салпогарова. К слову, у Заремы Аслануковой сын сейчас на СВО, а Шахеризада Салпогарова сама лично отвозит гуманитарный груз на передовую. Каждую награду и каждую грамоту нашего отделения нужно заслужить. Все наши хатайства рассматриваются в головном отделении и уже оно решает, насколько это целесообразно. Я рада, что такое большое количество наград нам одобрили и, соответственно, одобрили нашу работу в нашем регионе. Все женщины, которые сегодня получили почетные грамоты и благодарственные письма, это женщины, которые на протяжении двух лет, с момента начала этой акции, проявили себя очень активно. Далее Марина Рамазановна вручила почетные грамоты уже от Союза женщин России всем, кто принимает ежедневно активное участие в сборе и отправке гуманитарного груза. Среди этих патриотов много работников сельхозартели Кубань. Всего было вручено 27 грамот. Также Марина Барлакова вручила золотую медаль Союза женщин России бессменному лидеру сельских женщин, находящейся в женском движении, с 1994 года Рахимат Бастановой. Я горжусь, что я нахожусь в этом движении. И это обязывает меня впредь, чтобы быть достойной женщиной нашего общества. Как говорят, мы женщины, женщины вся Россия. Я в этом вижу все наше движение, все свет нашего огромного государства. В конце мероприятия председатель регионального отделения Союза женщин России по Карачаево-Черкесии Марина Барлакова поблагодарила всех гостей и односельчан за активное участие в акции «Союза женщин. Сердце матери». Было отмечено, что сила россиян в единстве и поддержке. Была Жозаева Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Полный зал овации и пожеланий. Театр из Донецка приехал в Черкесск со спектаклем «Я знаю правду». Зрителям была представлена постановка по мотивам книги «Война в Донбассе. Народная летопись. История о трудных днях в условиях боевых действий с 2014 по 2017 год на Донбассе». Дарья Тендит расскажет подробнее. «Сколько убит, сколько раненых, скольких инвалидами сделала эта война, развязанная Украиной, сколько сирот оставили». Заглушающий грохот взрывов и страх за свою жизнь. «Я знаю правду, это даже не спектакль, а документальная драма». Все монологи на фоне страшных кадров видеохроники. Обстрелы, разбитые дома, покалеченные, убитые мирные жители Донбасса. «Война в Донбассе – народная летопись. Это действительно история настоящих людей, которые пережили те страшные события 2014-2015 года в Донецке. Приехали рассказать ту правду, которая с нами происходила, потому что мы тоже там в это время находились, донести до зрителей, которые, может быть, не все еще знают». По замыслу постановки, актеры на сцене – обычные жители Донбасса, которые скрываются в подвале от постоянных бомбежек и рассказывают пережитые истории. Им самим не раз приходилось рисковать жизнью и здоровьем, ведь обстреливали даже здание театра, в котором они работали. «Все время у нас репетиции под обстрелами, когда сильные обстрелы центра города. Мы прятались в бомбоубежищах, ходили на работу под бомбежками. У нас у всех одна миссия – это рассказать правду». Это честный, откровенный разговор о войне, о стране, о жизни под обстрелами и о том, как хрупок мир, в котором нет крепких человеческих отношений. «Чем дольше идет война, тем больше пропасть между воюющими. Все устали от войны, устали от лжилицемерий тех, кто ничего не знает о войне, не видел ее собственными глазами, пишет о них всякую охинь. Вы приезжаете, под свистный пуль ломаются судьбы, под взрывы снарядов разрываются сердца, но в нас, во всех нас живет вера и надежда, что мы будем жить под мирным небом». В зале филармонии не было ни одного равнодушного. Постановка очень растрогала зрителей. Они сопереживали и поддерживали актеров, а в конце глаза каждого были полны слез. «Очень тяжелый спектакль именно эмоционально, и люди, которые это пережили, очень сильные». «Становится страшно, что где-то это происходит каждый день, где-то умирают люди, умирают дети. Вот за эти полтора часа дает возможность погрузиться, почувствовать боль и задуматься над тем, что мы можем сделать, чтобы помочь как можно скорее закончить эту войну». «С самого начала и до конца проплакала, потому что это, я не знаю, как люди, правда, выносят, как они, столько лет они держатся, я просто восхищаюсь этими людьми». Дарья Тензи, Талий Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. По Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. Во второй половине дня и ночью дождь в горах с мокрым снегом. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. В горах местами плюс 3, плюс 5. Днем плюс 18, плюс 21 градусов. Гора плюс 10, плюс 15. В Черкесске облачно с прояснениями. Во второй половине дня и ночью небольшой дождь. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 18-20 градусов тепла. На сцене Дворца культуры Республиканской столицы региона с концертной программой выступил ансамбль песни и пляски Северокавказского округа Росгвардии. Гастрольный тур творческого коллектива приурочен к 79-й годовщине Великой Победы. Артисты представили большую праздничную программу с хореографическими и вокальными номерами. На концерте побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У нас немного обновился коллектив, появились новые артисты, поэтому в связи с этим, конечно, мы и вводим новые номера. Зрители мероприятия громкими овациями сопровождали каждый номер ансамбля. Особо порадовали музыкальные номера периода Великой Отечественной войны. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все эти песни заставляют нас окунуться в те годы войны, а яркие танцевальные номера восхищают своим талантом и профессионализмом, отмечают представители Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Во все времена песни помогали бойцам воодушевиться, немножко отвлечься от военных будней. Ну а песни военных лет, они, конечно, нас погрузят в атмосферу тех сложных времен, когда необходимо было бить врага, изгонять их с нашей территории и просто уничтожить фашизм. Сегодняшние песни нам напомнят о тех годах непростых, непростом времени и воодрузят наших подчиненных, наших гостей на новые победы. Также артисты ансамбля Росгвардии выступили с авторскими стихами, посвященными Великой Отечественной войне. Важно отметить, что гастрольный тур творческого коллектива будет проходить по всем республикам Северного Кавказа. Алихан Лепшоков, Алиебастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. По дорогам песни фронтовой в Центре социального обслуживания населения в Черкесске провели праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Военные песни любят и знают все поколения. Они помогали преодолевать трудности и поднимали боевой дух. Как проходило мероприятие, расскажет Дарья Тендит. Годы идут, страна залечила военные раны, но песни, опаленные войной, звучат и сегодня. Тебя мне считали пусты, белоснежный поляр. От Москвы я хочу, чтобы слышала ты, как роскует мой голос живой. День Победы – самый главный и почитаемый праздник в жизни всех поколений нашей страны. Хоровой коллектив «Гармония» Всероссийского общества слепых подготовили праздничную программу «Концерт по дорогам песни фронтовой». Концерт, который подготовлен непосредственно нашими получателями услуг и, конечно же, художественный руководитель самодеятельности Иванченко Алексей Владимирович, который помогал составить программу, вместе готовились с пожилыми людьми. Зал наполнялся мелодиями и эмоциями, переносят зрителей военные годы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Царила праздничная атмосфера. Работники Национальной библиотеки имени Байрамуковой подготовили книжную выставку «Во имя Победы». На протяжении мероприятия участники дружно беседовали, вспоминая те тяжелые военные годы, и подпевали всем знакомые и любимые песни. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Дарья Тендит, Алий Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, которым объявил 13 мая День памяти усопших Радоницу в Республике нерабочим днем. Работа в этот день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. И последнее. Завтра, 11 мая, жителей и гостей республиканской столицы ждет яркое спортивное событие. На стадионе «Нарт» состоится игра между футбольными клубами «Нарт-Черкеск» и «Спартак-Кабардино-Балкария». Начало марча в 16 часов приглашаются все желающие. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Позывной пассажир». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!